Созависимость. Модное новенькое словечко. Вообще таких словечек появляется все больше и больше. А на самом деле за ними скрываются совершенно понятные вещи. И прежде всего они связаны со страхом. Страхом личной ответственности. Когда вы говорите о созависимости, вы на самом деле забываете о том, что проблема не в другом человеке. Проблема всегда в вас и в вашей ответственности за вашу жизнь. Если вы готовы эту ответственность на себя принимать, вы будете самостоятельным человеком. Если нет, вы в любом случае будете созависимы, вне зависимости от того, кто с вами рядом. Новая мода объяснять все проблемы в личной жизни странным понятием созависимости, честно говоря, меня пугает. Почему? Потому что тут же возникает альтернатива. Никто никому ничего не должен. Как бороться с созависимостью? А пойми, что никто никому ничего не должен. Слушайте, жить в мире, в котором никто никому ничего не должен, это ад, адища и катастрофа. Если вы хотите в таком мире оказаться, да, никто никому ничего не должен. А может быть, на самом деле, мы должны быть добрыми, любящими, заботливыми и ответственными, не перекладывая эту ответственность на других людей. Слово созависимость — удобный способ одним словом определить большое количество маленьких проблем, превратив эти маленькие проблемы в одну большую проблему, к которой непонятно как подступиться. Если вы внимательно оцените свое поведение, которое вы считаете созависимым, то увидите, что оно состоит действительно из каких-то совершенно маленьких действий. Где-то вы хотите, чтобы к вам прислушивались и признавали вашу правоту, где-то вы хотите выглядеть идеальными, где-то вы испытываете какой-то страх, где-то вы не можете взять на себя ответственность. Не пользуйтесь словами, которые закрывают вам движение вперед. Смотрите вглубь, смотрите, что происходит на самом деле, и тогда, я уверен, вы любые отношения сможете починить или освободиться от них, если уж они действительно никуда не годятся.